До этого матча полевчане шли на первом месте в турнированной таблице группы «Б». И два заключительных тура им предстояло провести с преследователями и претендентами чемпионства «Кедром» и «Евраз Юком». Если с первыми «Металлурги» сражаются дома, то со вторыми на выезде. Поэтому науральцев полевчанам нужно было обырвать при любом раскладе. Тем более, учитывая поражение на первом этапе, нужно было брать реванш. С первых минут на паркете лыжной базы физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода шла равная борьба. Хозяева забивали, гости отыгрывались. И на первый перерыв наши ушли, уступая в счете 13-20. Во второй четверти преимущество гостей продолжило расти. Первая половина игры закончилась со счетом 39-30 в пользу «Кедра». В третьей, во многом определяющей 10 минутки, наши постепенно начали сокращать отставания в счете. Но гости как могли сопротивлялись. Полевчанам нужно было поймать кураж. И похоже, им это удалось. И на экваторе третьей четверти «Металлург» выходит вперед. 46-44. А на заключительный перерыв «Металлурги» ушли, ведя 58-57. И самое интересное, обещало быть заключительной четверти. Полевчане продолжили играть более агрессивно в нападении, и это приносило свои плоды. Игра на встречных курсах, напоминающая качели, продолжилась. В заключении пошли тактические хитрости. И все же хозяевам удалось дожать соперника и выстоять, одержав очень важную победу со счетом 84-77. Ну, в основном эмоции. Пытаемся настроить одну игру, не получается. Пытаемся комбинировать где-то лично, где-то зоной. И где-то, видимо, не срабатывают переходы. Ну, а в принципе, под конец же получается, и соперники тоже теряют концентрацию. И, в принципе, за счет этого подходим вперед. Но в основном то, что готовимся на физике в таком спортивном сооружении хорошем. Кстати, по области мало таких хороших сооружений. Лицензированный зал. А так, в принципе, стараемся. У нас половина команды заводчане работают на заводе, половина студенты. То есть, есть куда стремиться, и есть, подойдет уже скоро смена. Есть еще школьников привлекаем. Также у нас игроки играют в Санкт-Петербурге, «Зените». Играли в Подмосковье. И то есть, если мы все соберемся, то мы можем поднять на высокий уровень. Семейство Тихонов, спасибо им большое, поставляет хороших, высококвалифицированных игроков. Сейчас вот финальная игра с Евразом, опять же-таки, у них дома. И вот она решает все. Как бы с одной стороны мы, да, идем на первом месте. У нас одно поражение. Кстати, мы вот им проиграли. Единственное поражение в первом круге. И, как понимаете, точили зуб на них. Вот. И, в принципе, дали свой результат. А так, с Евразом финальная игра 21 мая в Березовске. И она все покажет. А так, первое-второе место, вот, по вопросам. Настраивались, конечно, на борьбу играли, оборот. Но нас не хватило. У нас приехали с составом 7 человек. Причем, 2 школьника, 10 класс. Спасибо Полевскому за организацию. Я не мог у них выиграть, потому что я приехал в ослабленном составе. Проигрыш дает много. У нас три команды борются. Это Евраз, ЮКОМ, Полевской. Мы сыграли 1-1. Мы с Полевским в первом круге выиграли, во втором проиграли. И, как бы, потеряли шансы на первое место. Полевской еще имеет шансы за первое место. Им нужно Евраз, ЮКОМ, обыграть в последнем туре. И они будут первыми. Так что желаю им удачи. Но вот 21 мая в Березовске в рамках заключительного тура чемпионата в Саратовской области по баскетболу среди команд группы «Б» Полевской Металлург встречался с Екатеринбургским Евраз ЮКОМ и потерпел поражение 65-95. Таким образом, Металлурги стали вторыми в чемпионате, а Евраз стал победителем турнира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...